Давайте гадать, сколько у меня будет порезов после этого. Ах, ты грёбаный абьюзер! Папа, прости, по-моему, я получил это токсичное отравление. Что происходит? Я выбираю бесплодие. У меня есть отвертка. А, ты что-то руками-то ёрзаешь. Бля, кровь, бля. Когда я умирала, я боюсь крови. Почему у меня кровь на штанах? Вообще, кайф. Призраки где-то здесь. Я грёбаный кровь. У меня все руки в крови. Я не хочу этого чёртвать. Не убивай. На, забери. Почему он меня не любит? Мои маленькие. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем нашем видеоконтенте мы пойдём на самые настоящие жертвы. Меня зовут Даня Рэндалл. Это Эвелина, Диана Элис. Я не зарапал. Кот хайп, который ненавидит Диану, судя по всему. Девушки предложили прекрасную идею превратить меня в софтбоя. Я скажу, что это ваша идея, потому что мне немного стыдно. Не хочет зашквариться. Софтбой это такие нежные мальчики в светлых тонах, которые вы не видите из-за пересвета. Для меня это будет сложно, потому что мне хочется думать, что я натурал. А во-вторых, они носят светлую одежду. Я человек, который в последние года три одевается только в чёрное, ну потому что это удобно. Потому что стирать не надо. Да, удобно. Практично. Да, пятна всякие не видны. Мы за экологию, мы не тратим много воды. Мы поедем на рынок, ещё будем прокалывать уши и будем краситься в салоне красоты имени Рэндалла. Ура, у меня свой салон красоты. Правда персонала немного мало. У меня настолько крутой салон красоты, что я в нему уже не работаю. Для начала нам придётся подобрать некоторые аксессуары, которые нам потребуются в создании этого образа. И мы отправляемся в самое лучшее место для этого. В Марокко! На уделку. На уделку. Вот это тупо класс. 250 рублей всего лишь. Можно сторговаться. Мы только что взяли за 50 рублей двух этих кукол. По-моему, ей сделали обор. Не-не-не, это телепузик. Это новая версия. Там должен быть монитор. Просто его выкрыли. Будем использовать их для другого видео. Не уверен, что им понравится. Я изобрел машину времени. Смотрите. Смотрите, это впереди этого возраста. Мне кажется, вот эта кофта вполне подойдёт. Здесь по месяцу два меня, я думаю. И три меня. Взял только что кофту из ДЛТ. Натуральная кожа. Очень дорого. Пришлось отдать несколько сотен долларов. Подорожник спрячьте. Он как будто бы умер, и его повесили за ноги. Это знаешь, шкуру сняли. Натуральная шерсть. И постмодерн. Мета-ирония. Это помнишь, рекламировали волка шапки постоянно? Да, да, да. Ужасно было. Мы нашли стенд Blackstar. Как видите, коллаборация с российской армией. Можно будет приобрести что-нибудь. Да, берём для меня это платье. Тупо для софтбоя. О, для взрослых. Мы нашли подходящую цепочку. И ещё купили веер, потому что здесь 30 градусов жары. К вашему вееру шлем просто не обходил. Всегда хотел магнитик из Саратова. Лучшего города в России. Главное, да, всё рассказывают, что якобы жизнь стала лучше. Какое там, блин? Ну где, где у нас, блин, тут, блин, вообще. А уровень жизни, блин, падает и падает. Сарплаты тоже и всё вместе вообще. Хреновее, хреновее. Каждый день у тебя. На пару миллионов. Этот поезд этот прямо из России в Марокко. Он выбрасывает вещи, и поэтому здесь такой большой выбор. Всего лишь за 200 рублей ты можешь стать кем угодно. Хоть полковником, хоть подполковником, капитаном, майором, бутылкой из Ашана. Не поднимешь. Он из пластика. Мы только что вернулись с самого лучшего вес на земле, да, с самого богатого рынка. Для начала, что нам потребуется? Я думаю, стоит убрать вот эти усики. Понимаете, я специально для этого... Мы не обрить не будем. А я могу. Специально для этого ролика я запустил себя, и неделю не уходил из дома. Могу попробовать у тебя. Интересный факт. Нет, слушай, мы можем повторить сюжет Суини Тодо. Ты смотрел? Нет. Это порно какой-то? Брикмахер убиться, горло перерезал. Ну это, конечно, нарушение правил сообщества на Ютубе. Начнем с того, что я не сам буду бриться, потому что я суперленивый, а рассудья она вызвалась. Я все ему делаю. Ну, в смысле, голосы крашу, что еще я делаю? Ну, все. И все. Я три раза волосы крашу, три, прикиньте, и вышло не очень. Только не говорите ему, он думает, что нормально. Я просто не понимаю, зачем нам это? Хайбово на поле. Не сиди дома вонючем дома. Как ты заебал? Не, не, не. Спасибо. И опять про меня? Да. Я не думал, что на самом деле все до этого дойдет, но раз ты предложил идею, то давай. Я очень боюсь, что ты повредишь мне немного, что у меня будет сейчас порезать. Экш, экшон. Ничего, замажет. Я никогда это не делала, на самом деле. В нашем салоне красоты нужны очень высокие навыки. Да, примерно такие. Все хорошо, я тебе отвечаю. Я уже так делаю тысячу раз. Ни одного. Вроде как-то тави, но надо, ладно. Больше давай. Ну вот здесь. Не в глаз, ты чего? Вот здесь еще самое главное, да. Ты зачем так много? Это похоже на сливки. Да, я иногда это ем. Да все нормально. Ты главное не приезжай, закрой глаза. Ты мне глаза будешь выбривать? Брови давай. А ее надо в сполазке? Конечно. А, да? Теплая вода. Давайте гадать, сколько у меня будет порезов после этого. Я не знаю, что такое раздражение. Я когда... Самый спокойный чел. Ноу-стресс. Я начала отпить валимидин, ребята. Так хорошо сразу стало, серьезно. Говорю, вчера купила, то иногда бешут ужасно. Не самое лучшее, что можно услышать человека, который тебя бреет. Да что ты, блин. В принципе, знаешь, я тебе скажу, я неплохой барбер. Записывайтесь. Закрой, да. Не хотела говорить, закрой рот, потому что это звучит грубо. Ой, такой звук. О, давай придем к микрофону АСМР. О, нет. Ты выглядишь несчастным. Это что, слезы? Мне очень понравилось, что мы потратили как минимум две минуты ролика на то, чтобы привести меня в обычное мое состояние. Я, ты тут не добрел. Слушай, это стиль. Неси. Да не, не, не надо, не надо. Все, давайте... Ты что, гонишься ты? Да ничего не видно, наверное. Не надо, пожалуйста. Мы сухую побреем быстро, не переживай. Чувствуй себя максимально бесполезным. Не даю, чтобы побриться. А чувствуешь себя беспомощным? Мы можем и голоду тебе резать. Следующий пункт в нашем превращении, это нужно либо подобрать сразу одежду. Нет, мы заляпаем ее. Надо в самом конце. Тогда мы переходим... Прически! Ой, что это? Я похож на этого сельского дурачка, который за каретами бегает и кричит король во дворцах. Не так, не так, назад же надо. Так в смысле, мы же кудри будем делать. Мы кудри будем делать? Разве кудри не делаются в конце после макияжа, там, бровей? Да зачем сразу? Да-да, а какая родица? Кого ебила? Давай, а кого ебила? Хочешь, я стрелки нарезаю? Я думаю, это чересчур уже для софтбая. Да что заебись? Сделай мне леди боя. Давай, мне леди боя! А ты рукой вот так попробуй сжать. Вот, видал? Затестишь задом. Это с тех пор? Так три месяца прошло. А я думаю, тебя родители просто не любят. Нет, ты меня Диана не любят. Да я же, если бы я знала, что ты так поранишься, я бы не просила тебя. Так я не знала. Я же не знала, что у тебя руки не с того места растутся. Ребята, нас в салоне красоты имени Дани Рэндалл не приветствуются. Вражда между ее участниками. Между персоналом. Персоналом, да. Между ее участниками. Блин, это будет сложно, потому что она крупная. Давай, ты сможешь. Надеюсь, я тебя не обожди. Только не обожди, сынок. Ну да, горячо? Ну нет, но я не знаю, в какой момент мне нужно говорить, что горячо. Ну ты почувствуешь. Ну когда ты почувствуешь, тогда ты поймешь. Ну у меня очень высокий порог боли. Ой, я тебя молю. Когда плойка горячая, ты это понимаешь сразу. Хорошо. Он видел? Это наносекунда была. Тонкий, ну так не был. Ну, типа скороткий. А-а-а! Ты серьезно? Или врешь? Я не вру. По-моему, там немного просто до кожи прикоснулась эта штука. Ну да, наверное, так и... Вот видел, что у меня в руке? Я просто плохо чувствую. У меня высокий порог боли. Я же говорю, ты сразу почувствуешь. Там две недели назад мы красили волосы, всего лишь три раза. А потом, вот, делаем это. Что дальше? Я говорю, Леди Бой дальше. Папа, прости, пожалуйста, за все, что я делаю. А папа смотрит? Папа умер. Я хотела привет передать. Не, правда? Нет. Я тоже всегда всем говорю про то, что... Ну, мне спрашивают про отца, где твой отец. Я говорю, он умер. И меня все такие, прости, пожалуйста, мне так неловко. Говорят, все нормально. У меня в школе так было. Меня вызвали отца, учительницы. А я сказал, что у меня нет отца, что он умер. Погиб в аварии. Она такая, ну ладно. Тогда мама. А я такой, я езди дома. А мы не знали, да? А можно ли сжечь с помощью этой штуки волосы, чтобы они прям пахли таким горелым? Да. А нет, в лице могут. Да. Диана, можешь выключить свет в ванной? Экономим электричество, да. Да там просто шум. А, да, то есть на природу тебя настрадут. Вот так, давайте без шейлинга, пожалуйста. Ставим мне лайки. Главное, чтобы видео хорошо вышло. Такой селфи же просто пиздец. Так, что за обратная токсичность в нашем помещении? А как этим пользоваться? Ухо закрепляешь между этих штук, пока корочка не появится вот эта? Защемляешь кончики и закручиваешь к корням. Держи. У нас очень крутой салон красоты. Люди обучаются со скоростью света, передают свои знания из уст в уста. Вы записывайтесь на курсы. Мне так страшно, когда эта штука у меня перед лицом летает. Я бы сейчас боюсь, что у меня нос зацепится, мой огромный. Было бы смешно, если бы у меня сейчас волосы выпали, я был бы... А-а-а! Прости! Все в порядке, да-да-да. Я не специально. Надо было... А-а-а, ты сейчас Витаса изображала. Ну, конечно, да. Диана, можешь поднять, пожалуйста, немного камеру? Чуть-чуть. Да-да, именно так. Не, ну типа я просто не понимала, о чем ты говоришь. Ты зажигаешь мои волосы. А-а-а! Блин, Диана! Кажется, начинает получаться. Да-а-а! А-а-а! Получается. Не отни на меня. Я максимально тихо пытаюсь орать. Мне самой страшно. Чего ты меня пугаешь? Хорошо, я могу спокойно говорить, когда у меня будет подгорать. Так, как... Сзади он бессмысленно. У него очень короткие волосы, ему больно становится. Надо просто аккуратно. Да как? Ну зачем? Ну, короткие. Игорь, что? Пока нет. В смысле, блядь? В смысле? Может сделаем из себя Пушкин бой? Пушкин бой? Ну типа умереть на дуэли? Тогда нас засудят за блэкфейс, ребята. О, нет. На самом деле, вот это... Тишина, что? Это просто штука максимально близко к коже, я прям чувствую, как еще миллиметр, и кожа превратится в корочку. Нет, корочки сначала не будет. Сначала будет ожог, а потом будет корочка. Я чувствую себя на допросе, как меня полиция допрашивает, это и начинает пугать. Музыка громче, глаза закрыты. Не надо, я сейчас трястись буду. Стоп. Не прекрати, Диана. Стоп открытий, делай что хочешь. Не делай. Если у меня волосы отвалятся, то это получится стоп-бой с короткими волосами. Очень похоже на человека, которого отправят в армию или в тюрьму. Немного страшно быть. Соп-бой, да. В армии это типа страшная судьба ждет этого человека. И почему мы завиваем, если мы химию могли ему просто сделать? Химиотерапия? Ты не знаешь, что такое химия? Я тоже не знаю. Я тоже подумала. Вы не знаете, что такое химия? Что? Это наука. Вы что, дураки? Не понимаю, вы прикалываетесь или вы реально не знаете? Я, ну у меня два по химии. Боже, это ужасно выглядит. Класс. Так и надо было. Давай расчешем. Не, 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 не надо. Ну это ужасно выглядит, Диана. Спасибо, спасибо. Ну бывают такие. Ребята первый день на работе в нашем салоне. Зато бесплатно все проходит. Может быть еще хуже, не надо. Ну он похож на ебнутого. А что поменялось, да, собственно? Давайте перейдем к следующему этапу. Все нормально, этот не получился, все хорошо. Этот не получился? Следующего сделаем, да. Не смогли с этим, запорим следующий. Тихо, густые, офигеть. Я реально выгляжу как ебнутый. Ну говорю, давайте расчешем. У нас есть концепт, которым мы придерживаемся. Почему мы должны придерживаться концепта? Давай выходить за рамки. Нет, мы должны сделать. Так вообще-то называется, мы делаем из рендала софтбой. Софтбой это ограни... Лоб не морщит. Ограниченный человек. Человек с ограниченной возможностью. Для наших возможных потенциальных гостей нашего салона, что мы сейчас делаем? Мы наносим тоналку. Опа. Ой, я чуть-чуть глаз не тыкнула. А вы помыли руки? Я слышал там... Ну после катания. Бля. А еще у тебя кожа светлее, чем у меня. Ой, наоборот, темнее, чем у меня. Мне кажется, тональник только хуже делать. Может, не будет? Зато нет. Так, мы сделаем ему кожу светлее. Закрой глаз. Скажи вечное. Нет, не так. Ручка. Сильнее. Сейчас прострелят голову или что произойдет? Я видел вельма от Эгила. Нужно было еще сказать, чтобы я рот закрыл, потому что у меня на языке теперь это средство. Ребят, делайте, что хотите, парка не бейте. Ах, ты перебаный абьюзер. Не надо так много. Да что, мне хотелось оторваться, типа я... Мы все умрем здесь от газов этих. Ну, а то теперь держится. Редкий. Не, я не буду говорить. По-моему, я получил это токсичное отравление. У меня как будто волосы превратились в солому. Судя по этому маленькому экранчику, но... Так и есть, да. Они еще, знаешь, на ощупь такие ебаные. Реально ебаные. Сверху, сверху, сверху. Фу, уверен, что такие волосы все равно бывают? Да не только такие. Это еще и больно. О, слушай, нормас. Блин, по-моему, он просто стал похож, как будто бы током ударился. Типа у него волосы-то бы встали. Кожа с этой встала. Давай тебе синяки. Как видите, я стал практически неотличимым от того, что было ранее. Боже. Вы так каждый раз делаете? Нет. Класс. У меня настроение. У меня вообще тональника нет. Ну вот. В нашем салоне работают самые красивые люди. Они даже не пользуются никаким средством для косметики. Да не, мне просто похуй. А, ну... У меня есть консилер. Консилер как-то связан с раком? Почему ты так подумал? Ну, канцер, консилер. Господи. Ну, отчасти. Можно раком. Откуда ты вообще такой ассоциативный ряд берешь? Я ебнутый. Блин, у него теперь поры сильнее видно. Как не видно, блин? С каждым этапом лицо становится хуже и хуже. Реально, они же должны быть симпатичными. Потому что наоборот. Реально сейчас брови, как у меня. Это комплимент? Как мне на это реагировать? Что происходит? Вы с двух сторон атакуете мое лицо. Ну, зато так быстрее. Четыре руки. Вот это сервис, вот это я понимаю. А что вы делаете? Мы уже к веснушкам перешли? А, да. То есть вы просто тыкаете в меня карандашом и... А мы потом это растушуем. Мы тебя... Блин, это вылеет, как будто бы он встал под вентилятор, на него кинули кусок дерьма. Зачем тут-то? Тут нет веснушек. Да где есть веснушки? Они на подбородке, надо бы везде есть. Диана, нам надо... Ты реально мне на усах рисуешь. Диана, надо только в месте, где они каноничные. Так, в смысле, я видела девочку в инстаграме? Да нахуй нам девочка в инстаграме? А она ходит нахуй, блядя веснушки делает. Мы немножко сменили локацию, теперь мне не обрезают голову. Это не отвал башки. Вы так все просили. Мы не обрезаем голову, и вот, после аппл-видео мы прислушались к вашим просьбам. Я не понимаю, что вы делаете. Мне кажется, что вы просто трогаете лицо пальцами. Ну да, нам же так нравится. Окей, я не против, конечно, но есть ли в этом смысл? Я убиваю чистить пульс. Что сейчас происходит? Мы стираем веснушки. Класс. Мы прям, блядь, гениальные люди. Сначала нарисую, потом сотрем их. Это растушевка. Да, мне кажется, и так нормально хорошо вышло. Ты только что зачаровала карандаш. Да. Ну я просто харькнули не хотела, но не пришло. А волосы стали лучше спустя это время? Мне кажется, да. Ну как тебе сказать? Может, ему родинку нарисую? Не-не-не. Нет, хватит, у меня и так родины достаточно. Не-не-не-не. Вы эти ваши меланомы оставьте при себе. Мне ваш этот рак не нужен. Мне и так. Тебе не нужен рак? Мне не нужен. Всем нужен. Я выбираю бесплодие. Я смотрю на себя, мне кажется, я стал более несчастным. Давай в лучших традициях юти-блогов сейчас мы берем эту красочку. Не так, надо вот так. И вот так вот тыкать. Разбивай просто эту штуку. Теперь мы слишком смыли за сумушки. Не-не-не-не-не. Открой глаза и смотри наверх. О, там бог. Тихо. На самом деле. Ну и братка-то получше. Не умер ниже. Выглядит так, будто бы, знаешь, он утром проснулся, вот эта белая хуйня. Да прям слезы типа засохли. Как видите, в нашей команде есть обязательно скептики, которые будут обесценивать всю вашу внешность. Ты посмотри референс. Вот это прям еще один в один. Они все выглядят как у ебаных. В принципе, да. Так, а сейчас мы будем переодеваться. О, что творится? Как видите, у нас есть гардероб, в котором мы будем выбирать вещи. Я думаю, нужно начать со штанов. Подобрать светлые штаны. Да. Мне кажется, софтбой это наоборот такой стильный типа мальчик, нет? Ну да, но он в одежде светлый. Кто в 2018-м таких джинсах ходит? Софтбой. Софтбой. У ебаных. На рынке в Марокко мы купили вот эту великолепную рубашку всего лишь за 250 евро. И нас сейчас придется ее надевать, мерить. Вот это все. А это... Погодите. Надо же серьгу бить. Че? Серьгу. А, точно! Пока мы переодевались, мы тут вспомнили, что вообще-то мы хотели еще серьгу забить. И мне немного страшно, потому что мы это будем делать в домашних условиях. Мне тоже били в домашних условиях. С антисанитарин. Может, не будем это делать? Да все, давай, давай. Че ты? Че, Диана тогда бить будет? А ты какую хочешь? Правая вроде бы типа не гей, левая вроде гей. Давай на левую. Я бы на правую забил. Голосуйте по голосованию здесь сверху. Не в ту сторону. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Левую или правую щеку мы выберем. Щеку? Щеку, да, конечно. В щеку бить. Давай щеку бить. На самом деле я вообще в душе не знаю, как это делать. Я что-то читал, что для того, чтобы бить дырку в ухе. Ау, нужно разогревать иглу. Да все нормально, ты не дороживай. Я потею как свиня, мне так страшно от всего этого. На всякий случай, я помыла, конечно. Спасибо. О, нет, смерть. Фу, воняет, отвратительно. Так. Вот эти иголочки. На хуя я на водородой грызгу? Что из Кириль нас ворота? Максимальная безопасность. Там какое-то типа яблоко же нужно, чтобы подложить под мочку уха. Да все нормально. А еще там делают точку йодовую, чтобы не промахнуться. Я не промахну. Просто я боюсь, что ты вошнешь, а мне там еще куда-нибудь в шею вошнется игла. А после этого я умру от того, что у меня там... Самая артерия. Самая тупая смеха. Самое тупое, блядь, последнее видео. Делали саудбой, но что-то пошло не так. Я публикую. Спасибо. Но ты на своем канале. Страшно стало. Так, давай я возьму салфетушку под. Я никогда не имел дела с... А ты не хочешь просто иголку взять? Блядь, как страшно. Так, вот куда? Вот сюда, да? Мне так страшно везде. Я чувствую, как у тебя руки трясутся. Все у тебя не трясутся, мне. А, это я трясусь. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты не двигай, ты ушел. Блядь. На шоу Дэна шмальца не было так страшно, как здесь. Загноится ухо, говорю. А теперь пускай кислород мне. Я хочу покончить со всем этим. Давай, 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 блядь. Как его, господи? Обеззараживайте. Сейчас все будет, Диана. Я помогу тебе. Просто не дергайся. А там что? У меня в этом... Где находится? А ты уже лоткнула? Да. Пшикалку, пшикалку. Да, пшикалку. Держи, держи. А где сережки? Мы их же их не обработали. Сережки. Зафиксируй руку, чтобы она не гадила вот так. Так, не двигайтесь. О, подскажите, где сережки. Сережка у меня в рюкзаке. Я в шоке. Как так можно? А, ты что-то руками наерзаешь, Диана. У меня ухо закреплено, блядь, с тобой, пожалуйста. Я здесь свечу. Я здесь свечу. У тебя больно? Мне не больно, когда ты не диабилизаешься. Давай яблоко. Давай, давай. А я не знаю. Да давай, ты хочешь. Я не умею. Все в порядке, ребят. Мне совершенно не больно. Диана, убери шприц подальше от лица. Блядь, трое материалей. Господи, я не могу найти дырку. Такое бывает, да. Больно? Ну, не, 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 терпимо. Будет хорошо, если ты дырку найдешь, а так можешь пока делать больно сколько хочешь. Давай, давай перебьем. Ты что? О, мы нашли. Давай, тыкай, тыкай. Посильнее, я... Ты что, вы честное? Пиздец. Ты что, не надо еще одну делать? Да не, не буду, не буду. Мне кажется, ее надо потолще просто сделать. Никак ты ее не сделаешь потолще, Диана. У меня там дрель в ящике лежит, если что. Господи, я только хуже сделала. Да не трогай, вни, вот, мочку. Так сделай ты. Я боюсь крови, блядь. Девчонки, не бойтесь. Крови больше, крови меньше. Вообще насрать. Если вот в нем эту серьгу будет офигенно. Если вот в нем будет грустно, поэтому... Я не могу. Давай, я попробую. Почему у меня кровь на штанах? О, блядь, реально кровь. А ты думал, мы шутим? Ну, я думал, так, преувеличивайте щиток. И, блядь, залебала течь. Покажи ватку. Да не дергайся. Кольная? Нет. Нравится? Вообще, кайф. Нет, она наполовину заходит. А обратно не выходит, у меня так постоянно. Давай прокляемся, да. Вот эту выдержи. Лядя. Да, просто прикол в том, что она зажила быстро. Да она и не бывает такого. Салфеточку. Я тебе не врать. Да ты не переживай. Вот сейчас все точно нормально должно быть. Да, хорошо, я не знаю. Бля, а что кровь-то идет? Ебать, вот чем это занимает. А напишите, как вам первый раз пробили ухо. В комментариях ждем ваших историй. Вот нахуй тебе оно надо было, скажи, пожалуйста. Блин, Еф, можешь ухо оттянуть? Блядь. Слушай, возьми иглу. Да ты че? Давай с той стороны доколем. Я не знаю. Это ненормально. Да вот, проколи вот здесь. Вот, видишь? О, я не хочу это делать. Это будет ужасно. Да проколи. Ну че ты заставишь меня? Да потому что я держу быстрее. Ты умеешь? Ты думаешь, я это умею? Да нет, да я не умею. Ааа, кровь идет еще селевая, блядь. Что делать? Я ничего не понимаю. Я не хочу в этом участвовать. А у меня сейчас твухи есть, Серега? Да. Хорошо. Она не доходит до другой стороны, блядь. Видишь, у меня все руки в крови. Блядь, смотришь. Ааа, боже мой, нахуя? Зачем? Ну, кожу на голове сожгли. Уху разорвали. А она из металла сделана? Да нет, конечно. А из чего? Ты купил ее на опрашке. Блядь, заражен теперь, да? Там спит. Нет, у тебя просто появится свой ларек на опрашке. Блядь, она не проходит. Почему она не проходит, я не понимаю. Да ты так останешься. Не надо. А как это выглядит со стороны? Можно я сниму? Ужасно. Ребята, ну тупо фэшн. Боже мой, зачем? Высокая мода. Давай на другую муху пополнить. Нет. Не надо. Выберни ему ухо реально. Давай с той стороны посмотрим, где дырка и ее проделаем. Тут их дверь, Аня. Охуенно. Смотри, сразу две тюрьки можно будет запихнуть. Да. А что, модная? Они обе отсюда идут. Да как, блядь, такое возможно? Ты два раза прокалывал. В окно он только немного криво. Одна по одному пошла к нам. Да, я поняла. Чего у тебя такое ухо толстое? Хорошо, что у тебя салфеток много. Да и крови немало. Знаете что, у меня первая группа крови всем подходит. Когда я умирала... Ты умирала, а... У тебя не было рядом. Дай мне белку. Она тоже грязная. Мы ее продрем сейчас. Заражение вряд ли будет. Возможно, просто загноиться. Ты так резко. Так и надо. Вот прям я почувствовал всю силу в твоих руках. Чего улыбаешься? У меня шок. Силу? Генемо. Мне больно аж стало. Нормально, нормально. Ирина, думай, что я просто кусок мяса. Но я реально не воспринимаю, что тебе мой. Да, да, да. Я в руки трясу. Спокойная, спокойная. Детя, у тебя что, Тревор? Я не знаю, ну что происходит, но ты видишь, что происходит? Нам надо обычная иголка с ниткой. У меня есть отвертка. Тоннели. Ну сразу на хайлоу. Мне мама пистолетом прокалывала. Пистолетом нельзя прокалывать. В Европе отказываться от этой практики. Везде отказываться, нельзя пистолетом прокалывать. Да, блядь, там же пули вылетают с большой скоростью. Маш, пока не свечку поймут, успокоиться. Вдохни этот морской брик. Успокойся. Максимум релации. Подумай о смерти. О, нет. Слушай, давай подумаем самые плохие исходы. Что может случиться? Просмотры мало наберется. А если начать прокруч... Больно? Типа шуруповер? Да, да, да. Нет, это не так работает. О, мне получилось! Я почувствовал, что ты именно начала прокручивать на самом деле. И походу получилось. Слава богу, господи. Мне уже просто жалко было его. Он сидит бедный полчаса. Да, нет, нормально все. Ему ухо носило. Ура! Ура! Видите эту маленькую штуку? И вот ради этого мы потратили 30 минут с кучей нервов и крови. Вот тут все. Это лучше не снимать. Я эту штуку у тебя никогда не буду снимать, потому что я ее смогу надеть потом. На самом деле это опасно, ее не снимают, мне кажется, потому что... Потому что она с опрашки. Да, она прям как минимум. Суждение идет. Да, правда. Класс. А кровь капает еще? Нет. Она давно уже перестала капать. Кстати, правда идет, да? И почти по цене. Почти по цвету. Так я же переделывала уже. Ну, неплохо. Что, второе? Нет. Мне кажется, сейчас... Давайте остановимся. Да давай вторую, ебаню. Да что? Нет, нет, давай одна. Одна, типа, прикольная. Не будем перебарщивать с этим. Одна не приживется, зато... За вторая будет, да? Думаю, как две собаки. Заводить одна упрят, вторая останется. За блядь по осени считают. Бог дал, зайку досугает, да? Вот это все. Где мой телефон? Возможно, где-то в этих же залежах. Пиздец, блядь. Все в крови. Я в шоке. Ребята, ставьте лайк, если думаете, что она загноится. И ставьте лайк, если думаете, что не загноится. Посмотрим, сколько нас. Вы даже не представляете, насколько у меня сейчас потная задница всего этого. Мы переходим к следующему пункту. Когда мне звонит, зачем Диана Элиас? Я вообще здесь сижу. Мой телефон вон там лежит. И кот прибежал. Я как бы тебе позвонила, если я сижу здесь, а мой телефон там? Полтергейст! Погоди, я реально сейчас звонила? Да, реально сейчас звонила. Ну ладно. Блядь! Я сейчас остановлюсь. Работу ведь. Мои страшные. Я верю, что телефон там, но мне сейчас раздался звонок. Я ничего не понимаю. У-у-у! Это что, потусторонние призраки где-то здесь? Это реально не смешно. Здесь кто-нибудь есть? Короче, что из этого мы выберем? Тут все либо черное, либо серое, либо другие оттенки черного. А, здравствуйте, Данил, можете рассказать, что вы нашли? Чувства вкуса я потерял. И сегодня я хотел бы примерить с вами классную футболочку из коллекции ДЛТ. Эксклюзив, коллаборация с Адольче Габбане. А он чего? А он... А вы что? А я аутист, да. Эй, так, давайте без этого. У меня руки все равно в крови до сих пор. А у меня, кстати, тоже руки. А я их даже не стала мыть, прикинь. А я салфетками протерла. Собственно, мы против маскулинности, против токсичности. А вот мы другой мерч. Вот тебе вид на сосочки. У меня нет сосков. Такого слова не существует. Не знаю, мне нравится футболка. Она прикольная такая. А ты уверен, что она к этому образу подходит? Да, вообще не уверен. Думаю, что нет, просто не подпендрируется. Надевай, надевай, надевай. Ставьте лайк, если подходит. Ставьте лайк, если не подходит. Охуенно, я придумала. Здравствуйте, с вами Вячеслав Зайцев. И это шоу «Модный приговор». Наш новый герой, это Данил. Ты звонишь. Что, блядь, это такое? А, это мы ездили на Угелку. Это продают, реально? Да. За сколько вы это купили? По 50 рублей. Отвратительная хуйня, криповая какая-то. Как будто это психически больное дело. Там все новоделки такие. Ладно вы, блядь, блогеры, но кто бы это реально купил? Ну вот мы. На кого расчет? На нас. Мне кажется, вот это максимально ненатуральные лук. Ну да, подходит. Ну очень подходит. Теперь нужны аксессуары. Подожди, может мы еще все-таки примерим рубашку, которую мы вчера приобрели на самом-очем уроке? Нет, давай, может быть, типа, сверху ее надеть? Ну да, да, да. Это, мне кажется, максимально по-гейски. Класс, ведь мы не хотим максимально. О, слушай, реально, ты... Да, а сделай еще вот так. А еще цепь, 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 Диан, цепь. Да, да, да. Цепь из натурального серебра. Выковали вчера на заводе краснолюдов. На заводе удельное. Мне кажется, в общем, мы ее сделаем чуть-чуть поменьше. Смотри, здесь крючок, чтобы повеситься можно было. Нет, это для твоей госпожи. Слушай, может тебе в кей-поп податься? Наберем 20 тысяч лайков, и мы будем делать из меня айдола корейского. О, нет операции? Я не убираюсь, посуду не мою, нихуя не делаю, мне хорошо. Интересное портфолио. Спасибо большое. Может перевернуть этот тип? Да нет, тогда же лучше. Блин, ну это реально как-то буберсянная штука. Ребят, вы чего? Так, на самом деле у меня есть еще одна цепочка. Я ее украл, точнее попросил у Дарьи Граф. Мне кажется, это уже лишнее. Вот, не, нормально. Также из аксессуаров у нас есть браслетик «Настоящие друзья», где находится ключик. А ключик это твоего сердца. Некрасиво, он не подходит по образу, убери нахуй. Вау. Блин, вот знаете, это все шло как рофу, но мне сейчас кажется, что он так даже лучше выглядит. Мне кажется, в других очках лучше будет выглядеть. Давай другие примерим очки. Да, так лучше. О, супер. Кого мы из меня делали? Не, она права, да? У нас получился образ. Стоп, бой, как вы считаете? Я в зеркало, кстати, не смотрел. Сейчас, давайте я взгляну на себя. Я вылежу таким жирным. Потому что снизу смотрю. А, окей, окей. По-моему, ты нормальный выглядишь. Конечно. Я по девочкам. Ну, не знаю. Пойдемте. Где мои веснушки, кстати? Они смылись, пока мы тебя кровью пьем. Похожи на сибирскую оску. Очень странные веснушки, ребят. Как высыпания какие-то. Странные, странные. Непривычные для моего блика, обзора. Как вы думаете, что у нас получилось сделать из меня? У меня аж голос сейчас начал такой низким. Такой прям секс, секс, секс. Странно немного. Я до сих пор не могу себя идентифицировать с тем, что я себе представляю на данный момент. Ну, знаешь, на камере офигенно смотрится. Я думаю, что так даже лучше. Мне это больше нравится. Может быть, у меня вкус специфичный. Но вообще, когда мне показывала их, я такая, ой, какие симпатичные мальчики. Но не все эти, потому что мне нравятся. Вам нравится? Ну, я думаю, стало лучше, да. Обычно ты обычный. А так ты стильный, типа. Да, вот есть какой-то шармин. Я думаю, что если ты придешь в этажи, все такие, вау. Я слишком замкнут в своих маскулинных идеях. И подобные образы меня немного отталкивают. Социальные нормы рушат мою жизнь. Ты живешь в Питере? Да. Теперь это мой новый наряд. Ставьте лайк, если вам нравится. Ставьте лайк, если вам не нравится. Спасибо большое нашей команде. Лучшие бьюти-блогеры. И кей. Салон красоты имени Найя Рэндалла, где только два участника. Подписывайтесь обязательно на Диану. Подписывайтесь на Евелинушку. Чай к уху проколол. Подпишитесь за канал, пожалуйста. Ребята, вы вообще знаете, сколько нам усилий это стоило? Мы руки все в крови испачкали. До сих пор липкие за крови. Подписывайтесь на него. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.